Хорошо, да, да, правильно? Пожалуйста. Знаете, хочу вам сказать следующее. Вот я так наблюдаю за всем этим и думаю, классическая фраза есть. Всё смешалось в доме Облонских. Понимаете? И вот, значит, мы сегодня дискутировали, ругались, дрались, я не знаю, там за дверьми, там дверьми, так сказать, слышали нелестные отзывы. И это всё объясняется тем, что отсутствует система работы с людьми, с артистами. И она отсутствовала долгое время и в Росгосцирке, и в Союзе. Всё шло, так сказать, как шло. Спокойно, тихо и так далее. Но, наверное, настало время сегодня не только понять эту ситуацию, но и в прошлое заглянуть. В прошлое. Оглянитесь. Когда мы были в Союз, который был авторитетен, когда генеральный директор Росгосцирка непременно присутствовал на всех заседаниях и собраниях Союза, и когда это был один кулак, который мог решать и социальные, и творческие вопросы. Мы купили 15 квартир артистам. С Союзом вместе. 15 квартир артистам купили. Мы давали премии и так далее. Но это всё было. Не надо забывать об этом, что мы были молоды. Я хочу сказать, приоритет сегодня молодости остаётся. Молодым надо давать дорогу. Надо они сегодня не завидовать, не критиковать. Вот, запашные они. Да молодцы. Что они сегодня через телевидение, радио, средства массовой информации именно доказывают, что цирк — это искусство, а не балаган. И что это её величество — артист. Понимаете, это авторитет. Этот авторитет цирк не каждый может, артист, руководить. Я в этом убедилась. А здесь сложилось всё. Вы понимаете, сложилось чувство, так сказать, и долга, профессионализм определённый. И вот это вот, как сказать, неравнодушие — это видение того, что плохо. Надо лучше борьба противоположности есть. И в этом не надо этому завидовать. Этому надо помогать. Этого надо растить. И всем сердцем. Потому что это молодость. И пусть эта молодость нас делает тоже молодыми, тоже красивыми, тоже желающими быть наставниками, помощниками и так далее. Поэтому я хочу вам пожелать прежде всего разума. Пусть разум иногда подчиняется, не подчиняется чувству. Бывают эмоции, эмоции захлёстывают. А разум должен говорить о том, что так будет. И я поэтому хочу вас попросить. Я, если меня Запашный возьмёт к себе в Союз, я буду помощником ему. Бесплатно. Большой Машковский. Бесплатно. Бесплатно. У меня сын работает в администрации президента. Он меня содержит. Хотя песни у меня тоже 15 тысяч. Ничего. Бесплатно. Я буду ему помогать. Я хочу, чтобы мы отдали голос сегодня за молодость, за творчество, за дерзновение, за душу, которая любит цирк и любит людей. Спасибо, Людмила Петровна.